Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Влетел как метеорит в атмосферу. Вречица водитель на Ауди протаранил припаркованный у края дороги автомобиль ГАИ. Розыск продолжается. Милиция ищет мать новорожденной девочки, которую нашли в умывальнике туалета областной больницы. Согласны ли водители на бальную систему накопления штрафов? Наши корреспонденты узнали мнение автолюбителей. Можно ли стать фигурантом уголовного дела, если нашел чужой телефон? Выясняла Наталья Игнатенко. Как не стать жертвой кражи и можно ли избежать неприятного знакомства с вором? Поговорим об этом с экспертом. А также крушение аттракциона в Индии, рискованный снос пятиэтажки и самонадеянная четверка подростков-грабителей, которым после налета пришлось сдаться полиции. В рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора происшествий за неделю. Успешную операцию по закрытию точки продажи наркотиков провели сотрудники наркоконтроля. Из незаконного оборота выведены амфетамин и марихуана. Сначала оперативники задержали с поличным двух покупателей, которые в одном из частных домов Калинковичей купили дурман, а затем накрыли и самих продавцов. Хозяин выдал милиции травку, а о тайниках умолчал. Их нашла служебная собака. Амфетамин он прятал в сейфе и футляре от весов. Часть наркотика находилась на видном месте. Служебная собака помогла сотрудникам милиции задержать распространителя наркотиков и в Гомеле. На продавца также вышли через покупателей марихуаны. Дилером оказался 23-летний неработающий гомельчанин. Для хранения наркотических средств молодой человек арендовал гараж. Собака по кличке Дезире проверила помещение и указала место, где спрятаны наркотики. Нетрезвый водитель снес в речице припаркованной краю проезжей части автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками. Инспекторов в салоне не было. Они в это время составляли протокол на пешехода, что и спасло сотрудников правопорядка. Спецтранспорт восстановлению не подлежит. Чудом обошлось без жертв. На 33-летнего водителя Ауди, который совершил наезд, составлено три административных протокола. Еще один водитель, будучи навеселее, к тому же лишенный водительского удостоверения за пьяную езду сроком на 5 лет, развлекался, катая девушку на капоте внедорожника. В какой-то момент на проселочной дороге возле деревни Скрыгалов Мозорского района 36-летняя пассажирка не удержалась и оказалась под колесами авто. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель задержан. Милиция продолжает поиски матери-младенца, который на этой неделе был обнаружен в туалете Гомельской областной клинической больницы. Новорожденную девочку нашли в раковине умывальника, а рядом лежал пакет с ее теплыми вещами. Кто подкинул ребенка, сейчас пытаются выяснить правоохранители и ведут поиски свидетелей. Малышке от роду чуть больше недели. Состояние здоровья девочки оценивается как стабильное. О биологической матери сведений нет до сих пор. Продолжается розыск неизвестных, которые в начале недели сообщили о заминированных зданиях управлений БРСМ в Минске и областных центрах. В Гомеле из офиса молодежной организации были эвакуированы все работники. На место прибыла саперно-пиротехническая группа. При помощи служебной собаки велись поиски возможного взрывного устройства. Но такового не обнаружили. Ложными оказались и остальные сообщения, которые пришли на электронный адрес управлений БРСМ в столице Могилеве, Витебске и Гродно. Смертность на дорогах Беларуси с 2006 года сократилась в два с лишним раза. Динамика положительная и говорит об объеме проделанной работы службами профилактики. Ведь уменьшение числа несчастья на дорогах произошло на фоне двойного увеличения количества автотранспорта в стране. На это повлиял целый ряд принятых мер. Это и введение фотофиксации, и решение конфисковывать автомобили у водителей, которые дважды в течение года попадались нетрезвыми за рулем, и обязательность использования фликеров для пешеходов. Однако в последние два года статистика вновь ползла вверх, и темпы сокращения количества погибших в ДТП стали снижаться. В ГАИ считают необходимы дополнительные меры, направленные на предупреждение о нарушении правил дорожного движения. И такой мерой, по мнению представителей МВД, должна стать бальная система. Что о ней знают автолюбители и считают ли ее необходимой, выясняли наши корреспонденты. Министерство внутренних дел уже почти год предлагает ввести бальную систему борьбы со злостными нарушителями ПДД. Прошли общественные слушания. Нововведения доработаны и сейчас находятся на стадии рассмотрения. Предполагается, что за определенные виды правонарушений водителям будут начисляться баллы. И если гражданин наберет их сверх положенного лимита, то будет лишен права управления транспортным средством на время. Затронет нововведение прежде всего водителей, систематически игнорирующих требования правил дорожного движения. Таких лиц у нас немного на территории города Гомеля и Гомельской области, их незначительный процент. Но именно на них направлено проведение данной работы, как ЦРМ по области, так и по всей Республике Беларусь. Ведь за ряд правонарушений предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа, а только за некоторые правонарушения предусматривается ответственность в виде лишения права управления. Хотя лицо, которое в течение года позволяет себе допускать многочисленные совершения нарушений права дорожного движения, по сути дела продолжает ездить и подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Любое нарушение, даже если оно самое малозначительное, но повторяется многократно, рано или поздно приводит к тяжелым последствиям. Это подтверждается практикой. Достаточно посмотреть на категорию нарушителей скоростного режима. Вместе с тем, бальная система не отменяет штрафы, и некоторые водители видят в этом двойное наказание. Ну, все зависит от того, какое нарушение и сколько баллов будут давать за это. Ну, вообще, я не согласен с этим. Я бы был против. По информации ГАИ, за 6 месяцев в области зафиксировано свыше 15 тысяч нарушений скоростного режима. Более 10 тысяч случаев, когда находившиеся в машине люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Свыше 7 тысяч нарушений проезда пешеходных переходов. Более полутора тысяч фактов нарушения правил обгона и свыше 40 тысяч – отсутствие техосмотра. В результате нашего короткого рейда с ГАИ выяснилось, что большинство попавшихся нарушителей все-таки не против введения бальной системы, так как не исключают, что и сами могут стать потерпевшими из-за появления на их пути более злостных нарушителей правил дорожного движения. По моей логике, я думаю, что, наверное, правильно это будет, потому что у нас много, кто превышает и ездят, и пьяные, и то же самое. Вот. Наверное, да. Скорее всего, это будет правильно, в общем, лишение, чтобы там баллы набрали и лишили права там на определенный срок. Водители будут более, наверное, ответственны, будут понимать, что не только деньги решают ситуацию, что если они наберут это количество баллов, то им уже грозит лишение прав. И, возможно, эта мера, она как-то сможет стабилизировать ситуацию на дороге. Будет нормально, хорошая система. Работать, ну, водители будут задумываться. Планируется, что начислять водителям штрафные баллы будут за отдельные нарушения правил дорожного движения. От одного до четырех, в зависимости от их серьезности. Тех, кто за год заработает 15 штрафных баллов даже за мелкие, но частые нарушения, лишат прав на шесть месяцев. Но для большинства законопослушных граждан, уверяют в ГАИ, бальная система никаких правовых последствий не повлечет. Не рассчитана она и на бесправников, а также нетрезвых водителей. Для них строгие меры воздействия предусмотрены априори. Если инспекторы остановят пьяного за рулем, то начислять такому нарушителю штрафные баллы уж точно никто не будет. Водительских прав он и так лишится, с вероятностью в 100%. Главная задача бальной системы – повлиять на среднестатистических нарушителей правил. А насколько это будет эффективно, покажет время. В Гомельской области увеличилось количество хищений мобильных телефонов. За полгода 2019-го – 268 фактов. И это только зарегистрированных. По статистике, чаще средства связи пропадают на объектах торговли, остановках и в общественном транспорте. Кражи подобного рода – это уже устоявшаяся разновидность воровства. Нечистых на руку граждан прельщают не только дорогие и модные телефоны. Мошенники всех мастей на что только не идут, чтобы завладеть чужим имуществом. При каких обстоятельствах воруют телефоны, как владельцу от этого защититься и что делать, если вы нашли чужой телефон в сюжете Натальи Игнатенко. Это видео было снято камерой наблюдения в сервисном центре оператора сотовой связи. С виду вполне себе приличный мужчина. Длительное время крутит в руках телефон, пристально рассматривая его. Спустя время несостоявшийся покупатель прячет заветную трубку себе в карман и уходит, как ни в чем не бывало. Позже действия мужчины, тайно похитившего предмет своей симпатии, будут квалифицированы как кража. Но бывает и так, что воруют, по сути, с согласия самого же пострадавшего. В последнее время учтились случаи, когда люди, используя доверие другого человека, заключают договор покупки мобильного телефона в рассрочку в магазинах, в салонах сотовой связи. Затем, не выполняя этих договорных обязательств, так телефон оформлен на другое лицо, завладевают этим имуществом. Выбираются дорогие модели, наиболее дорогие, наиболее модные последние модели, которые так просто купить не каждый способен. И приходится людям, которые, скажем так, проявили доверчивость, потом платить за таких недобросовестных покупателей. Такие действия квалифицируются уже как мошенничество. Это преступление, предусмотренное статьей 209 Уголовного кодекса. Заветная мобилка зачастую становится объектом преступного посягательства прямо на улице. Пострадавшими становятся люди с рассеянным вниманием, либо те, кого отвлекают намеренно. Как правило, специалистов своего ремесла привлекают незастегнутые карманы, открытые сумки, телефоны, оставленные где бы то ни было. Между тем, в арсенале у злоумышленников имеется множество других изощренных способов. К примеру, симпатичный парень ознакомится с девушкой и приглашает ее в кафе, угощает. Спустя время, ссылаясь на собственный неисправный аппарат, просит у знакомой ее телефон, якобы для срочного звонка. Далее мошенник отлучается под предлогом конфиденциального разговора, оставив хозяйку в расстроенных чувствах. На такие деяния чаще идут молодые люди, которые не думают о последствиях. Если мы говорим о несовершеннолетних или людях молодого возраста, здесь, конечно, важна роль учреждений образования, в том числе и высшего, в которых они проводят очень много времени. И должны и преподаватели тоже уделять внимание правовому воспитанию, обучению, как себя вести. Это большой комплекс работы, в котором должны участвовать все субъекты. Это коммунальные службы, которые, опять же, напрямую больше всего общаются с гражданами нашими и видят те проблемы и знают, которые существуют у населения. А это еще одно видео, на котором отчетливо видно, как нечистый на руку мужчина присваивает чужое имущество. Воспользовавшись отсутствием сотрудника в помещении, молодой человек без зазора совести отправляет мобильный телефон прямо к себе в карман. Если владелец пропавшего средства связи обратится в милицию с необходимыми данными, велики шансы, что телефон найдут. Вообще, на случай непредвиденных обстоятельств правоохранители советуют сохранять пин-код и код блокировки, наименование производителя и модель, цвет и описание внешнего вида, e-mail номер телефона. В первую очередь, при покупке нового телефона желательно сохранять упаковку, коробку, на которой написан e-mail номер, по которому потом телефон идентифицировать и найти. Если даже коробочку потеряла на товарный вид, не хочется ее сохранять, хотя бы этот номер вырезать и где-нибудь в документы положить. Если уже такое произошло, если у вас телефон похищен, либо если даже вы его утеряли, а мы занимаемся и поиском потерянного имущества, тоже милиция, вам сразу необходимо обращаться в отдел внутренних дел по месту жительства с заявлением. Желательно сразу, конечно, приносите e-mail номер, потому что, обращаясь с заявлением, сразу в этот день мы ставим его на контроль посредством подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Если телефон будет подключен, соответственно, мы потом сразу его оперативно находим. Ну а что же делать, если мобильный телефон нашли вы? Первым делом воззвать к совести не свое брать нельзя. Ведь в случае присвоения чужой собственности вам может грозить наказание сроком до трех лет лишения свободы. Потеряшку следует отнести в ближайшее отделение милиции, а уже там займутся поиском владельца. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов, Василий Осипсов. Специально для программы «Де-факто». Кража – это самое популярное преступление не только у нас в стране, но и во всем мире. Просто меняются времена, меняются ценности, меняются вещи, на которые ведут охоту преступники. Как уберечь свое имущество от кражи, поговорим с начальником управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского обл. сполкома Павлом Савченко. Павел Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Павел Евгеньевич, кражи мобильных телефонов – достаточно распространенное явление. Скажите, в какой момент человек, который нашел мобильный телефон, становится подозреваемым в его хищении? Человек становится подозреваемым в его хищении, если будет доказано и установлено, что он взял и присвоил этот телефон без цели возврата его законному владельцу. И не принял для этого никаких мер. Не сообщил в милицию, не ответил на звонок абонента, который звонил на этот номер. А выбросил сим-карту, вставил туда свою сим-карту и совершил иные, другие действия для использования этим мобильным телефоном. В большинстве случаев милиционерам удается все-таки раскрыть такие преступления? К сожалению, процент раскрываемости подобных раж меньше половины. Меньше половины. Достаточно видно сложное преступление для раскрытия. Скажите, если человек собирается самостоятельно вернуть найденный телефон его владельцу после того, как написал заявление в милицию, он может его оставить дома, хранить и дождаться хозяина? Нет. Законодательство не предусматривает такой меры, как оставление мобильного телефона у лица, нашедшего его. Если он обратится в милицию, то сотрудникам милиции он будет однозначно изъят для проведения с ним проверочных действий. Но зачастую такие случаи, когда в течение полугода владелец мобильного телефона не устанавливается, и в этом случае лицо, нашедшее его, имеет право обратиться с заявлением, и мобильный телефон, не возвращенный законному хозяину, будет передан лицу, нашедшему его. Часто ли милиция встречается с данными видами преступлений? Каков удельный вес этих преступлений в общем количестве правонарушений? Если говорить об удельном весе, то всего краж по Гомельской области совершено больше 2,5 тысяч. Кражи мобильных телефонов из них занимают примерно 440-450 краж. То есть практически каждое шестое преступление – это кража мобильного телефона. Хищения бывают разными, не всегда это мобильные телефоны. О том, как защитить свое имущество от кражи и можно ли этого избежать, мы спросили у гомельчан. Внимание на экран. Надо быть просто внимательным, закрывать там квартиру, смотреть за своими личными вещами. Держать все важные вещи поближе к себе и быть осмотрительным, кто рядом с тобой. Есть, существуют различные запорные устройства, типа, как могу показать. Не оставлять его в том месте, где наиболее вероятность, оставлять велосипед там, где идет видеонаблюдение и так далее. Я зарегистрировал в милиции. И все данные на этот велосипед есть в милиции. А как защитить, ну вот у меня есть все это. Ну, я знаю, что если кто захочет угнать мой велосипед, то тот его угонит. Имущество, ну, я не знаю, самый действенный способ на данный момент, я считаю, когда оборудуется квартира с системой, так называемой сигнализации, которая выведена на пульт в охране. В охране, да. А так, если уезжаете, например, на долгий срок в отпуск, просите соседей, чтобы присматривали. Ну, первое, что почтовый ящик. Злоумышленник, как правило, видит, если прессы много накопилось, значит, людей нету в квартире, значит, можно туда зайти и поживиться. Я никакой сигнализации не ставлю, ничего не делаю. И нас, слава богу, никто не трогает. Пока, может, не называется, ничего не украли, поэтому ничего не делаем мы. У вас случалось, что вот там кто-то лошадь угонял? Нет. Все боятся подойти. Вот, что видеокамеру установить, и все это самое правильное. Слава богу, у нас ни разу, ну, так было мелкое, окно сняли аккуратно. Пару разу у нас залазили. Через окно, окно открывается, залезли, побрали там дедовые плавки, кое-что с одеждой. На сто процентов невозможно, потому что люди, которые этим занимаются, они какой-то уровень профессионализма у них в этом есть дело, и поэтому это нет. А вообще просто повнимательнее быть к своим вещам, имуществу, бдительнее, да, не расслабляться. Кажется, в состоянии легкой тревоги находиться. Вот и все. Но не аффекта, тревоги. Ну, такие мнения наших жителей, жителей города Гомеля. Согласны ли вы с этими мнениями, и нужно ли действительно находиться в состоянии легкой тревоги? Очень правильное мнение жителей города Гомеля, в частности, в военном сюжете. И те преступления, которые были озвучены ими, они действительно наиболее характерны, с которыми наиболее часто мы сталкиваемся. Это кражи из жилища, кражи из автомобилей и кражи велосипедов. Какие виды преступлений, вот в сфере хищения имущества, сегодня больше всего беспокоятся от трудников органов и внутренних дел? Ну, как я уже сказал, это кражи из жилищ и дачных домов. То есть дачи, квартиры, гаражи? Квартиры, гаражи, кражи из автомобилей и кражи велосипедов. Что обычно воруют из автомобилей? Из автомобилей воруют магнитолы и ценности, которые оставлены в автомобиле с самими хозяевами. Это личные вещи, кошельки, сумки, любое имущество, в том числе и аптечки, наборы ключей, домкраты, запчасти какие-то. Все, что попадается под руку. Павел Евгеньевич, что может повлиять на снижение уровня кража в Гомельском регионе? Как вы считаете? Я считаю, на снижение кража в Гомельском регионе может повлиять только бережное и внимательное отношение самих граждан к своему имуществу. Это мы увидели и в сюжете. Большинство граждан у нас сознательные и относятся к бережному имуществу. Если это в отношении жилищ, квартир, это, конечно же, установка охраны и сигнализации. В отношении автотранспорта, это постановка ее, своего транспорта на охраняемую стоянку, оборудование и сигнализации, либо, на крайний случай, оставление автотранспорта в тех местах, где установлено видеонаблюдение. То есть человек просто не должен беспечно относиться к своему имуществу, будь то автомобиль, будь то квартира, будь то просто мобильный телефон или кошелек. Как себя вести, чтобы вора не привлечь тогда? Признаки беспечности – это оставление любых различных вещей в автомобиле, на передних сидениях, на виду, на панели. Когда зломышленник, даже не имея явного умысла на покушение ваш автомобиль и проходя мимо него, явно видишь какие-то ценные вещи в автомобиле. Также, возвращаясь к кражам мобильных телефонов, о которых мы разговаривали выше, большинство из них совершается по причине оставления мобильных телефонов людьми на лавочках, в сферах, в парках, на детских площадках, в барах, за стойкой кафе, за столиком. И они становятся легкой добычей для преступников. Какая информация может помочь сотруднику органов внутренних дел, чтобы раскрыть, например, кражу мобильного телефона или кражу ценных вещей из автомобилей? В первую очередь, самая ценная информация – это наиболее быстрое и оперативное обращение в органы внутренних дел. То есть не нужно реагировать через два, через три дня, как некоторые иногда приходят в себя после этого, а не позвонить ли мне в милицию? Нужно реагировать в любом случае, но по возможности это необходимо делать в наибольшее, кратчайшее время. Это позволит максимально быстро и оперативно поставить похищенные вещи на учет. Возможно, попытаться раскрыть это преступление по горячим следам. Павел Евгеньевич, какой вы можете дать совет нашим телезрителям, чтобы они, по возможности, не становились жертвами посягательств преступников и воров? Самым главным советом в предупреждении кражи и хищений является наиболее бережное отношение к своему имуществу со стороны граждан. Установка охранной сигнализации, постановка автомобилей на охраняемые стоянки, пристегивание велосипедов належащим образом с целью исключения их всевозможного хищения. Павел Евгеньевич, я благодарю вас за полезный конструктивный разговор. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка новостей о происшествиях в мире, которые попали в объективы мобильных телефонов и камер видеонаблюдения. В Индии в парке развлечений карусель рухнула вместе с людьми. В момент работы аттракциона «Большой маятник» нагрузки не выдержала металлоконструкция и разломилась на две части. Люлька с людьми упала с 10-метровой высоты. Пострадали 26 человек, трое погибли. Всего на момент происшествия на маятнике находился 31 отдыхающий. На Сахалине снос пятиэтажного жилого дома превратился в мини-сериал с неожиданным концом. Жители города Ахи неделю следили за демонтажем ветхой пятиэтажки, которую постепенно крошил экскаватор. Ради лучшего кадра очевидцы запустили в воздух дрон и не прогадали. В последний день работы от здания оставалась одна фасадная стена, и в какой-то момент пятый этаж обрушился на экскаватор. Поначалу могло показаться, что обломки засыпали кабину рабочего, но на самом деле они упали рядом с машиной. Водитель экскаватора не пострадал, но признался, что еще долго после этого находился в шоке. Зрители, напротив, восторженно оценили его профессиональные навыки. А это видео о том, каким опасным может быть вождение мотоцикла. В Китае на автомобильном мосту водитель на спортбайке на огромной скорости врезался в легковушку. Да так, что после столкновения по инерции пролетел вперед. Было бы это на шоссе, вместе с мотоциклом оказался бы в кювете, а так перелетело граждение и упал прямо в море. Не было шансов выжить у водителя легковушки, который попал в аварию под Ростовом. Автомобиль вылетел на встречную полосу и на полной скорости лоб в лоб столкнулся с фурой. Иномарку разорвало на части. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливается. Неизвестна также причина, по которой произошло ДТП. Водитель фуры не пострадал. В США четыре подростка с оружием попытались ограбить в магазин, но в итоге были вынуждены сдаться полиции. Случайным свидетелем их налета стал полисмен, который патрулировал улицу. А сотрудник магазина, которого связали грабители, смог сбежать, так и не сообщив злоумышленникам код от сейфа. Когда в магазин окружили полицейские, четверо несовершеннолетних решили сдаться. Двое из них сразу вышли в торговый зал и легли на пол. Остальные спрятались в подсобном помещении. Один в кладовке, другой под столом. Полисмены всех нашли. Теперь поступок подростков квалифицируется как разбой с отягощающими обстоятельствами. Не повезло и грабителям в Пакистане. Этих мужчин и женщин они решили обворовать, что называется, с колес. Но, видимо, замешкались и слишком поздно подъехали на своем мотоцикле. Мужчина, потенциальная жертва грабления, успел закатить свой скутер в подъезд и закрыть решетчатую металлическую дверь прямо перед носом грабителей за секунду до нападения. Кстати, такие металлические клетки вокруг подъезда в жители Пакистана специально устанавливают, чтобы можно было защититься от грабежей. Похоже, что быстрее и ловчее всех непрошенных гостей этот медведь из Японии. Посетитель отеля стал снимать мишку, когда тот залез на нижний балкон. Но в один прыжок косолап изобрался этажом выше, чем до смерти напугал автора видеоролика. Мужчина успел закрыться в комнате и продолжил снимать. Вероятнее всего, юный медведь искал чем бы подкрепиться. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова